Телеканал Хабаровск посетили ученики шестых и седьмых классов школы-интерната номер шесть, чтобы они могли познакомиться с телеиндустрией по ту сторону экрана. Экскурсию посетили слабослышащие и в большинстве своем практически неговорящие дети. Наши экскурсоводы показали им всю внутреннюю кухню телевидения, а главное — реальный пример инклюзивного сотрудничества с людьми с ОВЗ. Мариана Гейтс сопровождала их на всем пути. Роман Максимов почти не говорит и не слышит с рождения. Сейчас он пытается рассказать о своей мечте — работать видеографом. Ему экскурсия по телеканалу Хабаровск особенно интересна. Сыгры, палы, стынки, которые показали курс, вода и фир, которые требуют и запись в блокнот. А это уже действующий сотрудник телеканала Никита Никитенко. Он слабослышащий, Никита ответственный за программы «Хабаровск. Цифры» и «Хабаровск. Кратко». А также проверяет весь видеоконтент на соответствие российскому законодательству о СМИ, чтобы в эфире не было изображений алкоголя и сигарет. По закону работодатель обязан предусмотреть в штате квоты для инвалидов. Если работников 35-100 человек, то людей с ограниченными возможностями здоровья должно быть трудоустроено до 3%. Если выше, то от 2 до 4%. Он работает у нас с апреля месяца. И довольно-таки сразу как-то включился в работу. И видно было его заинтересованность, что он хочет развиваться, он хочет изучать. Ему это прям нравится. Как и эти дети, Никита тоже учился в школе-интернат номер 6. Его пример особенно вдохновил их. И ребята стали бурно фантазировать по поводу своей будущей профессии. Сценаристы. Актером, снимать, ну и звукозаписью. Гримером. 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 Да. Классные руководители стараются показать своим подопечным как можно больше. С начала учебного года, то есть всего за 2 месяца, дети уже были в типографии и в зоосаде. Подобные экскурсии раскрывают возможности трудоустройства. Вот наши выпускники с прошлого года. Все поступили в колледжи, в техникумы. Некоторые даже в Москве поступают в высшие учебные заведения. Ну, устраиваются и работают. Кто-то в пекарне печет, кто-то мастером. У кого-то даже есть дизайнерские способности. Вот так профориентационные экскурсии превращают детские мечты в цель. В экскурсии участвовали воспитанники школы-интерната номер 6, а снимали ее Мариана Гейт, Степан Крокус. Смотри-ка, пара!